Данила Гранина Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. У нас имеется несколько записей, где одновременно и об одном вспоминает мать ее ребенок, теперь уже взрослый человек. Вот один из современных рассказов Ольги Ивановны Московцевой и Валентины Александровны Гавриловой. Дочь будем звать Валя, хотя она уже давно взрослая. Ольга Ивановна, я в охране была и нам разрешили дрова брать, попрошу одну соседку, вторую, наберем дров, они тащат. Я тоже дотащу до дома и скорее на дежурство, потом эти дрова расколем и на рынок. И на рынок. Там был рядом, там рынок рядом был, клинский. Мне-то самой нельзя стоять продавать, я Валю поставлю. Я привожу ее на тележке, еле живую, чтобы она только стояла около этих дров, чтобы чувствовалось, что есть человек. И я наблюдаю, стою. И вот, знаете, один раз такой посчастливился нам день. Подошла ко мне женщина и сказала. Я, говорит, вам дам килограмм крупы. Валя, пшена, килограмм пшена? Ольга Ивановна, пшено, кило. Никому не говорите. Я вам свою квартиру не покажу. А только вы к моему дому подвезетесь, Вале течет дрова. А мне нужно и дрова везти, и Валю тащить на санках. А вы дрова везли, а ее посадили наверх? Ольга Ивановна, да, она не ходила. Ну да, везли. Дали нам эту крупу. И куда ее девать? Валя кричит. У нас отберут, у нас отберут эту крупу. Я говорю, ладно, давай запрячем тебе за пальто. Валя, тогда отбирали. Ольга Ивановна, да, бывало. Ну я и крупу сюда запрятала и говорю, садись в санки, а лучше ложись. Я тебя повезу домой. И вот, привезли мы крупу домой. Ну, уж Валя эту крупу берегла, ведь она за хозяйкой у меня была. Я приду с работы, она нальет мне суп и считает, сколько крупин. До того досчитается, что суп холодный. Я заплачу. Мне тепленького хочется с улицы, а она все считает. Доктор мне сказал, чтобы ты не откусила лишний раз от меня. Не я. Чтобы было поровну. Тогда будем живы. Знаете, с головой у нее что-то было. Она как ненормальная. Валя, да, я была ненормальная. Ольга Ивановна, как ненормальная. У нее ни памяти не было, ничего. А какой это год был до Ладоги? Ольга Ивановна, да, да, до Ладоги. Я еще не работала на Ладоги. На обводном был оборонный завод. Там муж работал. Меня и взяли туда в охрану. Я уже больная была. У меня была третья группа инвалидности. Вот отсюда дрова ее брали. Это до Ладоги было. Валя, тогда давали широты, дуранду. Ольга Ивановна, у меня шерсть была. Я вязала чулки, повара отдавала. Что было, я ей все отдавала. Она мне луковичку даст, шелуху даст. И шелухи я делала котлеты картофельми. И с дрожжей с суп дрожжево делала. Потом клей ее мне дали. Из клея я сделала студень. Клей этот, которым клеят, я не могла есть. А Валя ела. Она ела с удовольствием этот клей, как студень. А насчет крупы это и врач нашел в больнице? Ольга Ивановна, да-да, у нее с легкими было неблагополучно. Все время было с легкими неблагополучно. И вот, значит врач ей давал соевое молоко. Придет она и делает вроде кофе. Я хочу, чтобы она съела, а она чтобы я. Вот сидим спорим. Она мне, я не буду есть, умру. Тогда и ты умрешь. А если я буду есть, а ты нет, ты умрешь, тогда и я без тебя умру. Мне приходилось уступать ей и делить пором. И потом, продукты получала она. Вот вижу, половиночка конфетки осталась. Я говорю, Валя, почему ты это не съела? Я все хочу, чтобы она побольше меня ела. Она, нет-нет, ты что? Я только половину конфеточки. Доктор сказал, чтобы мы все пором не ели. Все пором не ели. Тогда мы с тобой будем жить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok